Итак, думаю, что вы уже спокойно сможете открыть, закрыть, сохранить или создать какую-нибудь картинку. И теперь сразу перед заданием попрошу вас следующее. Откройте, пожалуйста, в своем фотошопе какую-нибудь большую картинку, фотографию, либо обоину рабочего стола. То есть такую картинку, которая не влазила бы в вашу рабочую область. Думаю, такая картинка на компьютере найдется у каждого, поэтому давать ее в комплекте я не собираюсь. Либо скачайте с интернета, то есть они там на каждом углу валяются, главное хорошо поискать. Поэтому теперь непосредственно сразу к заданию. Если вы уже открыли такую картинку, то про что будет этот урок. В этом уроке мы с вами поговорим про масштабируемость картинок, то есть как уменьшить, увеличить масштаб. И поговорим про удобную навигацию по таким увеличенным картинкам, либо картинкам, которые не влазят в вашу рабочую область. Потому что во время создания сайта нам очень часто придется увеличивать картинки и перемещаться вот по таким увеличенным изображениям. Итак, первым делом поговорим про масштаб. Два способа увеличить масштаб картинки вы уже знаете. Первый находится в главной панели управления, здесь видим из выпадающего списка, либо указываем вручную. Второй способ находится в строке состояния. Тоже здесь видим, идут проценты наши, поставим сотню давайте, увеличим, видим, что вот такая вот шляпа получается. Но естественно каждый раз увеличивать изображение, используя вот такими вот средствами, то есть прописывать вручную, это не очень удобно. Поэтому в фотошопе есть несколько инструментов для работы вот с такими изображениями. В панели инструментов находится инструмент, который называется масштаб. Видим вот это лупа, как я ее называю. Щелкаем по ней и у нас, обратите внимание, на панель атрибутов. Здесь уже у нас появились совсем другие значки, которые были до этого. И теперь давайте их разберем. Итак, первый значок это, ну сама лупа, это мы трогать не будем. Второй значок, вторые два значка это уменьшить, либо увеличить изображение. Давайте вы либо уменьшите, либо увеличите. То есть до размера такого, чтобы оно влазило в вашу рабочую область. Ну и увеличение тоже, думаю, здесь все понятно. Дальше. Вкладочка «Менять размер окон», то есть она будет менять не размер изображения, а именно размер самого окошечка. Далее. Во всех окнах, когда галочку ставите, если у вас открыты еще какие-то изображения, то они тоже будут либо увеличиваться, либо уменьшаться. И потом у нас идет еще четыре кнопочки. Давайте мы их тоже разберем. Итак, первая кнопка называется «Реальные пиксели». Это означает, что если мы ее нажимаем, наше изображение становится в 1.1 именно по пикселям. Дальше. Ну, видим, как у меня не влазит оно на весь экран, то у меня тут только какая-то часть этого изображения. Дальше следующая кнопка называется «Подогнать». Что она означает? Нажимаем на нее и видим, наше изображение подгоняется по максимальной ширине к нашему рабочему пространству. То есть максимальная длина у нас имеет сейчас ширина, точнее она имеет максимальную длину, величину или как это правильно назвать. И по ней именно выравнивается наше изображение. А здесь сверху получаются вот такие пустые прогалины. Следующая кнопка называется «Полный экран». Она делает подгонку по уже минимальной стороне изображения. То есть у нас минимальная сторона сейчас в этом изображении получается высота идет. То есть она меньше, чем ширина. И теперь наше изображение полностью подгонится по высоте, если мы нажмем кнопочку «Полный экран». Давайте я нажму на нее. И видим, наше изображение подогналось именно по минимальной стороне, а максимальная уже не влазит полностью. И теперь давайте поговорим уже, ну в принципе, про другие способы увеличения, уменьшения, масштабирования. Итак, есть вариант использовать именно вот такую лупу. Но есть еще другие способы, которые в принципе намного удобнее. Это способы при помощи горячих клавиш называются. Итак, давайте мы их сейчас осуществим. Зажмите, пожалуйста, на вашей клавиатуре, отпустите вообще нафиг мышку, клавишу «КТРЛ». Зажали. Теперь нажимаем клавишу «Минус» один раз. Щелк. «КТРЛ» не отпускаем. И обратите внимание, у нас изображение уменьшается. Когда мы, держа «КТРЛ», нажимаем клавишу «Плюс», у нас изображение увеличивается. Когда мы, зажимая «КТРЛ», нажимаем клавишу «Один», давайте сначала «Нолик» нажмем, у нас изображение подбирается по максимальной стороне к нашей рабочей области. Когда мы нажимаем «Один», наше изображение идет уже один к одному, то есть получает наши реальные пиксели. То есть при помощи «КТРЛ» и клавиш «Минус», «Плюс» вы можете уже вот таким способом менять размер, масштаб вашего изображения, что довольно удобно. Получается, если вы где-то с чем-то работаете, то есть набираете текст или еще что-нибудь, вам не надо переключаться на инструмент «Масштаб». Теперь давайте мы это увеличим изображение, которое вы открыли в два раза, то есть до 200%. И теперь поговорим про навигацию по такому изображению. Для навигации создан еще один инструмент, который называется «Рука». Находится он в панели инструментов над инструментом «Масштаб». Вот такая ручка, давайте мы по ней щелкнем. И видим, когда мы вот так вот по ней лазим, то у нас получается, что мы лазим вот по этому окошечку. То есть зажимаете, перетаскиваете мышку, видим. И изображение тоже перетаскивается вслед за этой мышкой. Но в принципе здесь тоже в панели атрибутов практически те же самые кнопки, точнее не практически, а те же самые. И теперь я хочу с вами поговорить еще про один способ увеличения изображения и сразу же навигации. По-моему, самый удобный, на мой взгляд, которым я активно пользуюсь сам. Если вы следовали моим первым урокам, то этот инструмент у вас уже должен быть включен. Называется он «Навигатор» и находится он в панели «Пиктограмм». Давайте щелкнем по нем и обратите внимание. У нас вот здесь такое окошечко, это красненькое окошечко, это и есть наша рабочая область. Наведите мышку на любую область в навигаторе картинки и просто щелкните. Видим, что она перетаскивается. Если мы просто вот так начнем перемещать, зажмите клавишу, то у нас тоже все перемещается. Такой способ очень удобен в том плане, что когда мы работаем вот таким способом при помощи инструмента рука, и здесь ничего не видим, мы просто идем вслепую. А здесь в миниатюре мы сразу видим, куда мы все идем. Поэтому такой способ удобнее. И еще один немаловажный плюс – это вот это масштабирование. То есть видим, здесь мы можем увеличивать масштаб и уменьшать масштаб, просто прокручивая данный волчок. Но, в принципе, при помощи навигатора, если честно, я только бороздю по картинке, если так можно назвать. Масштаб я меняю еще другим способом, на мой взгляд, самым удобным. Итак, для этого давайте перейдем в пункт «Редактирование», в пункт «Установки» и в пункт «Основные». Выбираем. И здесь ищем инструмент «Масштабировать колесиком мыши». Вот этот пунктик. И здесь, напротив него, ставим галочку, нажимаем «Ок». И обратите сейчас внимание, я кручу просто колесико мышки, а масштаб меняется. Вот этот масштаб, по мне, он самый-самый удобный инструмент, чтобы увеличить, либо уменьшить картинку. Ну, в принципе, на этом, думаю, все. Какой инструмент для вас будет наиболее удобным, думаю, разберетесь сами. В домашке, ну, что задавать в таком уроке, я сам не знаю. Попробуйте, вспоминайте горячие клавиши, которые я вам говорил, то есть уменьшение, увеличение масштаба. Ну, и выберите для себя любимый способ для навигации и для увеличения масштаба ваших картинок. На этом все. Переходим к следующему занятию.